Мне кажется, финансовая грамотность очень важна для любого человека, так как люди получают деньги, и они должны знать, как они работают. И я думаю, что это достаточно интересное и полезное знание. На большом мероприятии, посвященном финансовой грамотности, Виктория Витиненко держится уверенно. В ближайшем будущем она выпускница, и свой профессиональный путь девушка уже выбрала, станет финансистом. На Олимпиаду Виктория пришла не только, чтобы познакомиться ближе со своей профессией, но и получить знания по самым актуальным вопросам банковской индустрии. На самом деле, школьникам иногда, может быть, трудновато готовиться из-за того, что они еще не крутятся в сфере финансов, но это достаточно полезно, поэтому приходится работать. Большая городская Олимпиада прошла в Бресте в рамках Международной недели финансовой грамотности. Несмотря на то, что проводилась она на каникулах, в стенах Центра молодежного творчества испытание собрало более 100 представителей учреждений образования города. Ребята очень активно откликаются на данные мероприятия, если особенно учесть то, что сейчас каникулы. Учитывая, сколько команд сегодня собралось в свое, так скажем, нерабочее время, то достаточно хорошо. Им это очень интересно. Назначение различных банковских карт, вопросы использования средств акционерными обществами, девальвация, динаминация. За всеми этими терминами скрыты конкретные понятия, которые довольно легко узнавали в контексте школьники. Сегодня ребятам важно быть информационно подкованными, знать из-за нюансов оформления электронных платежей, уметь совершать операции по картам. Школьники, молодежь собираются все вместе и обсуждают вопросы финансовой грамотности. Для чего быть финансово грамотным человеком? Для того, чтобы не попасть в просаг, для того, чтобы правильно распоряжаться в будущем своими финансами, для того, чтобы принимать правильные решения по отношению к тратам и по отношению к сбережению денег. Команду победителей ожидали не только поздравления. Лучшие отправятся в столицу, где будут представлять город над Богом на республиканском этапе отбора.